Я читаю двенадцатую главу Третьей книги царств. Тогда и Роваам и все собрание израильтян пришли и говорили Ровааму и сказали, — Отец твой наложил на нас тяжкое иго. Ты же облегчи нам жестокую работу отца твоего и тяжкое иго, которое он наложил на нас, и тогда мы будем служить тебе. И сказал он им, — Пойдите, и через три дня опять придите ко мне. И пошел народ. Царь Роваам советовался со старцами, которые предстояли перед Соломоном, отцом его при жизни его, и говорил, — Как посоветуете вы мне отвечать этому народу? Они сказали ему, они говорили ему и сказали, — Если ты на этот день будешь слугою народу всему и услужишь ему, и удовлетворишь им, и будешь говорить им ласково, то они будут твоими рабами на все дни. Но он пренебрег совет старцев, что они советовали ему, и советовался с молодыми людьми, которые выросли вместе с ним и которые предстояли перед ним. И сказал им, — Что вы посоветуете мне отвечать народу этому, который говорил мне и сказал, — Облегчи иго, который наложил на нас отец твой. И говорили ему молодые люди, которые выросли вместе с ним, и сказали, — Так скажи народу всему, который говорил тебе и сказал, — Отец твой наложил на нас тяжкое иго, ты же облегчи нас. Так скажи им, — Мой мизинец толще чресл отца моего. Итак, если отец мой обременял вас тяжким игом, то я увеличу иго ваше. Отец мой наказывал вас бичами, а я буду наказывать вас скорпионами. И Роваам и весь народ пришли к Ровааму на третий день, как приказал царь, сказав, — Приходите ко мне на третий день. И отвечал царь народу сурово, и пренебрег совет старцев, что они советовали ему. И говорил он по совету молодых людей и сказал, — Отец мой наложил на вас тяжкое иго, а я увеличу иго ваше. Отец мой наказывал вас бичами, а я буду наказывать вас скорпионами. И не послушал царь народа, ибо так суждено было Господом, чтобы исполнилось слово его, которое изрек Господь через Ахию Силамлянина и Ервааму, сыну Наватову. И увидели все израильтяне, что царь не послушал их. И отвечал народ царю и сказал, — Какая нам часть в Давиде! Нет нам доли в сыне Иесеевом! Пошатрам, Израиль! Теперь знай свой дом, Давид! И разошелся Израиль по шатрам своим. Только над сынами израилевыми, жившими в городах Иудиных, царствовал Раваам. И послал царь Раваам, а до нерама, начальника над податью, но все израильтяне забросали его камнями, и он умер. Царь же Раваам поспешно взошел на колесницу, чтобы убежать в Иерусалим. И отложился Израиль от дома Давидова до сего дня. Когда услышали все израильтяне, что и Раваам возвратился, то послали и призвали его в собрание и воцарили его над всеми израильтянами. За домом Давидовом не осталось никого, кроме колена Иудина и Вениаминова. Раваам, прибыв в Иерусалим, собрал из сего дома Иудина и из колена Вениаминова сто восемьдесят тысяч отборных воинов, дабы воевать с домом Израилевым для того, чтобы возвратить царство Равааму, сыну Соломонову. И было слово Божие к Семею, к Самею, человеку Божию, и сказано, — Скажи Равааму, сыну Соломонову, царю Иудейскому, и всему дому Иудину и Вениаминову и прочему народу. Так говорит Господь, не ходите и не начинайте войны с братьями вашими, сынами Израилевыми, возвратитесь каждый в дом свой, ибо от меня это было. И послушались они слово Господня и пошли назад по слову Господню. И обстроил Раваам с Сихем на горе Ефремовой, и поселился в нем, оттуда пошел и построил Пенуил. И говорил Раваам в сердце своем, царство может опять перейти к дому Давидову. Если народ этот будет входить в Иерусалим для жертвоприношения в доме Господнем, то сердце народа сего обратится к государю своему, Кровааму, царю Иудейскому, и убьют они меня, и возвратятся к Кровааму, царю Иудейскому. И посоветовавшись, царь сделал двух золотых тельцов и сказал народу, не нужно вам ходить в Иерусалим, вот боги твои, Израиль, которые вывели тебя из земли египетской. И поставил одного в Вифиле, а другого в Дане, и повело это ко греху, ибо народ стал ходить к одному из них даже в Дан. И построил он капище на высоте, и поставил из народа священников, которые не были из сынов ливийных, и установил Иерусалим праздник восьмой месяц, в пятнадцатый день месяца, подобный тому празднику, какой был в Иудее, и приносил жертвы на жертвенники, тоже сделал он в Вифиле, чтобы приносить жертву тельцам, которых сделал, и поставил в Вифиле священников высот. И принес жертвы на жертвенники, которые он сделал в Вифиле в пятнадцатый день восьмого месяца, месяца, который он произвольно назначил, и установил праздник для сынов Израилевых, и подошел к жертвеннику, чтобы совершить курение. Продолжение следует... Продолжение следует...